У нас частенько сыпется сверху, гравит этот вот, не знаю, вот видите, валяется. То, что убираем просто постоянно каждый день, что-то сыпается у нас. Жизнь в собственной квартире для Александра – настоящая борьба за выживание. Каждый день в комнатах появляются новые трещины. Молодой человек признается – дома страшно находиться. Одно минимальное землетрясение и многоэтажка рассыпется, как карточный домик. Разрушение на стенах – это еще полбеды, шутит парень. И показывает свой, оригинальный способ общения с соседями. Вот, смотрите, видите, там провалилась рука. Соседям сыпется, да? Не знаю, да, сверху сыпется. Такие проблемы в каждой квартире. У одних дыры в полу, у других проседают окна и двери. Старшая по дому показывает свою прихожую. Светлана Алексеевна рассказывает. Сидела дома и внезапно услышала сильный треск. Оказалось, это пол разошелся по швам. Длина пролома около 10 сантиметров, ширина больше двух. Самое интересное, что их многоэтажку, рассказывает женщина, ремонтировали полгода назад. Сделали стяжку всего дома, но, по всей видимости, это не помогло. Раз дом опять начал разрушаться. Мы хотим добиться, чтобы вот эти повреждения, которые пошли после стяжки, хотя бы помогли престарелым жителям и в местах общего пользования, хотя бы за счет администрации или управляющей компанией. Жильцы уже со знанием дела говорят о проблеме своего дома. Они уверены в сенеприятности из-за того, что застройщики при возведении соседних многоэтажек не обратили внимания на грунтовые воды. Именно они, говорят люди, превращают их здания в руины. Пенсионеры уже устали бегать по инстанциям. И о них, уверены, уже успели все позабыть. Только до чем ходить? В ленинской администрации, по всей видимости, побоялись встречаться с нашей съемочной группой. На наши вопросы по поводу разрушающегося дома они ответили только в письменном виде. В этом пресс-релизе чиновники объяснили, что о жителях многоэтажки они не забывают и готовы приступить к работам, как только придет весна. Они сделали, якобы, деньги выделили. И сказали, что якобы на следующий год только деньги. Но переживем мы эту зиму. Это трещит. Кристина Ревенко, Николай Попов, Илья Аладин, Информбюро.